хорошо ну давай тогда будем начинать потихонечку давай начнем с молитвы если ты не против я только за я имею ввиду если ты не против чтобы ты помолился господь спасибо тебе за эту возможность спасибо тебе за этот прекрасный день который творишь мы верим на радость и на веселье посреди любых даже самых сложных обстоятельств боже и мы просим чтобы ты благословил нас и повел нас в этом общении и благословил всех тех кто будет смотреть слушать боже чтобы действительности это было благословением принесло благословение всем господь чтобы ты говорил и твоими было прославлено без тебя не можем делать ничего господь поэтому просим действуй через нас для начала хочу задать вопрос да если бы допустим сейчас отправлялись в путешествие и тебе бы предложили выбрать какое-то новое место где ты вообще никогда не был или куда-то где ты уже был но хотел бы вернуться чтобы ты выбрал сложный вопрос на самом деле потому что зависит от того какое это новое место если это например место которые я там не был но очень хотел бы туда попасть то конечно безопасно хорошо но это хорошее хорошее место куда ты хотел бы попасть в принципе ну у тебя географическая географическая да 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 допустим туда где ты еще никогда не был люди хотят посещать места где они никогда не были открывать для себя что-то новое неизведанное да но тем не менее человеку порой не менее приятно попасть в то место где он уже когда-то был если у него с этим местом связаны какие-то хорошие воспоминания возвращение в места где ты уже когда-то был не менее приятное чем открытие чего-то нового для себя да почему я об этом заговорил больше сегодня возможно наша беседа для кого-то откроет что-то абсолютно новое неизведанное знаешь как такое в хорошем смысле такую арта антрактиду да вот какой-то неизведанный туманный край да а для кого-то это будет уже известная и уже обжитая такая территория но и для тех и других я думаю что эта тема она как бы важная на сегодняшний день во время таких неспокойное время и время информационных потрясений да причем не только войны вообще время сейчас неспокойное даже когда нам казалось что как бы все спокойно это время сейчас очень бурлячие кипячие то есть мир закипает да и в это время такого как бы движение такой суеты хаоса информационного политического экономического то есть очень важно вот очень мы поговорим это очень важная вещь поговорим мы сегодня о двух вещах мы поговорим об одиночестве и об уединении если между этим какая-то разница в чем она как нам выбрать правильно да как как избежав одного плохого выбрать что-то хорошее вот такая у нас будет с тобой сегодня беседа если ты готов можем начинать ях я хотел бы предложить вначале такое определение такой тезис который мне нравится в этом вопросе звучит он примерно так не путайте одиночество с уединением это разные вещи хотя бы в том что первое никто не выбирает добровольно как тебе такое высказано ну да за редким исключением мало кто хочет быть именно одиноким скажем это человек создан для того чтобы иметь общение с другой стороны тогда уединение это практика да или так сказать духовная дисциплина которая может помочь нам добровольно для каких-то целей быть одному ну да конечно то есть это это высказывание но показывает одну вещь до что первое различие или отличие между одиночеством и уединением это то что одиночество никто не выбирает добровольно то есть люди становятся одинокими вследствие каких-то событий конечно в большинстве случаев то что происходит нашей жизни это результат нашего выбора прямого или косвенного осознанного неосознанного но одиночество это то чего люди не выбирают а в отличие от этого уединение это что-то осознанное по идее и добровольная да когда человек выбирает уединиться и это это в этом очень большая разница и понимание даже этой простой вещи она уже помогает нам отличить уединение от одиночества потому что эти два состояния внешне очень похожи и там и там мы видим одного человека который обращен как бы внутрь себя только в первом случае в случае одиночества это разрушительное какое-то состояние и мы поговорим кстати посмотрим в библии что библия вообще об одиночестве говорит во втором уединение это тоже скажем одинокий один человек человек который остался один на один до обращенный внутрь но скажем это светлое светлое и в какой-то мере для меня именно такая радостная картина в которой во втором случае я бы вокруг человека который именно уединен я бы нарисовал множество цветов а если в первом случае это серая мрачная картина знаешь какая-то пустыня что-то выжженная безжизненная то во втором во второй картине это светлая картина человека который сидит и вокруг его вырастают цветы а вот это уединение это что-то что созидает наоборот что приносит жизнь человека что-то но прекрасно первых что я хотел бы сказать это я об одиночестве вначале что на сегодняшний день в мире людей так сказать да в обычном мире в светском мире наказание за преступление помимо смертной казни следующее за ним это лишение свободы и лишение общения с другими людьми то есть это одиночные камеры когда человек в одиночке получает пожизненное заключение это самое сильное наказание самое суровое наказание после смертной казни и это действительно вот такого рода одиночество это страшнейшая мука для человека и перенести такую муку не каждый человек способен и остаться при этом в здравом рассудке потому что многих людей это грубо говоря от такой ситуации ну что-то не в порядке с психикой происходит потому что это ненормальное состояние для человека если мы посмотрим в эдемский сад не человек был в прекраснейшем божьем присутствии состоянии еще до падения определение для него было что не хорошо бы человеку 1 да то есть если мы еще говорим как бы о таком существенном отличие между одиночеством и уединением что уединение это временное состояние потому что скажем состояние когда человек один и вещь там шла не идут на мой взгляд далеко не только семье потому что понятно что семья то как говорится ячейка общества важная составляющая жизни человека но мы должны учесть и вспомнить что на тот момент в не было вообще других людей и не ну а там был абсолютно один то есть как бы и его состояние как одного человека одну это нехорошо и мы можем посмотреть на другое место писание известный псалом что хорошо и приятно быть братьям да то есть как бы потому что это драгоценный или это роса ирмонская которая сходит на горы силовские и действительности мы видим что нормальное состояние для человека это комьюнити это общение это взаимозависимость это скажем кто-то рядом с тобой и ты рядом с кем-то то есть это в принципе божий план который последствии отобразился и там вследствие созидание народа израиля и потом создание уже общины киевы церкви да то есть как бы то есть навсегда остается скажем божьим планом чтобы люди были не одни почему всевышний решил что человеку нехорошо быть одному в эдемском суду близости с богом не ходя на работу не болея да почему же все таки это это отдельный разговор достаточно непростой но интересный может быть готов поговорим на эту тему почему же все-таки всевышний решил что человеку как бы нехорошо хотя перед этим глядя на свое творение он сказал весьма хорошо до впоследствии он сказал что есть некоторый недостаток но есть да вот это очень важный текст то что ты привел пример то но есть еще один текст который на мой взгляд прямо показывает вообще разрушительную работу одиночества когда человек вдруг осознает себя одиноким это может быть и ложное осознание это не факт что это правда это как бы это осознание когда человек сам себя осознает да вот одиноким человеком это может быть ложное осознание но но тем не менее это ну разрушительность для человека состояние там или илья гу после всех грандиозных побед после того как он выдержал испытания засухой как через которую он также прошел вместе со всем народом и еврейским и языческим да часть времени он провел у кедрона часть провел в седоне среди язычников но это как бы нам только кажется что там сидит там себе ворон тебе приносит покушать если просто допустить себя в этой ситуации то есть мне кажется это непростая непростое испытание или то же самое как жизнь с этой вдовой но илья через это прошел он прошел через испытание кармеля один против 850 бесноватых колдунов смеяться и веселиться мы мы об этом читаем размышляем об этом много сказано это конечно величайшая библейская история да и или я вообще величайший человек библии муж божий на горе преображение не случайно с моисеем рядом стал или я потому что она как бы моисею досталась тяжелейшая часть истории божьего народа а или тоже достался тяжелейший период в истории еврейского народа этот период вот этот вот этой вот ситуации связаны с истреблением божьего народа с изовелю со всем этим да но или проходит сквозь это все он одерживает колоссальную победу да он бежит перед колесницей но мы знаем эту историю и на следующий день он в пустыне он просит смерти то есть реально просит себе смерти он сдается и когда он приходит на божью гору да вот так долго туда идет он туда приходит и первое что он говорит богу он говорит я остался один когда бог спрашивает что ты здесь он говорит я остался один вот такое ужасающее чувство одиночеством одно наверное одна из проблем разочарование и вот это состояние одиночество что я сам что оказывается это никому больше не нужно это только моя и я чувствую себя одиноким в этом да и вот как это такое одиночество которое действительно ну что он призывал смерть свою жизнь то есть он не выдерживал всего что бога кстати мод ответил в итоге да что самом деле ты не один есть еще семь тысяч но или я просто об этом не знал как мы понимаем да интересно ты понимаешь что когда мы говорим о состоянии одиночества особенно если мы время состоянии одиночества у верующих людей вот то мы понимаем что у этого есть некая серьезная причина случае с или интересно как раз то что он попал под определенное духовное влияние потому что представить себе вот реально смелого человека который просто действовал невероятной смелости который испугался даже не прямых слов и и завели на слов переданных ему через посланника именно в этих словах там если интересно слово увидел то он увидел что-то то то есть это было такое скажем духовное влияние которое как раз и поместил его в эту духовную изоляцию и скажем я думаю ну как бы мне так может казаться что частично это чувство одиночества это было реально демоническое давление от самого этого послание этого духа который стал за и завели потому что враг знает что если он даст нам почувствовать одиночество именно одиночество отделенность от призвание от божьего народа от божьей семьи и постепенно через это скорее всего придет отделение от бога узнать что мы будем уязвимы слабые и тогда когда появлялся духовная маля когда люди отставали когда люди не были вместе с народом то есть тогда люди становились уязвимы вот состояние одиночества для верующего человека когда он принимает некое духовное влияние ложь обиды разочарования какие-то или суета или какие-то другие вещи которые ставят его под это влияние и отделят от божьей семьи это состояние уязвимости перед врагом но здесь скорее всего комплекс проблем которые были в силе связаны в этой ситуации потому что то есть влияние и завели да как демоническое влияние от этого человека мне кажется не могло быть большим чем влияние от 850 колдунов которые были прямо вот напротив или да потому что или жена кроме того же был один понимаешь вопрос открытости вопрос скажем того к чему мы в большей мере открытые чего могу язвим да то есть вот мы можем уже тоже хорошая тема для какой-то из наших бесед это нашей уязвимости потому что например уязвимостью моисея это был гнев и в конечном счете он из-за этого как говорится и пострадал да то есть видно что были какие-то вещи я там уже сейчас не готов прям там глубоко понять но для себя как по насколько вот прямо сейчас понимать что какие-то вещи которым он был больше открыт и уязвим этому были какие-то причины может быть на данный момент времени но так бывает после больших побед мы можем терпеть и быть открытыми определенным поражение вот да кстати кстати это интересная вещь это интересная мысль да и и и имеет смысл развить просто у нас сегодня это не получится что скорее всего одиночество это как бы некая кульминация уже предыдущих вещей что ты пропустил в свою жизнь да допустим если к миру у или и скорее всего было состояние разочарование которое открыло дверь одиночеству да и такой духовной усталости то есть почему он говорит я не выдержанно счет до этого он как-то выдерживал сейчас уже все то есть это скорее всего разочарование которое открыло дверь одиночеству разочарование в людях до ложные какие-то надежды завышенные ожидания когда раз чек разочаровывается в людях в боге да потом он это открывает дверь одиночеству но это как бы отдельная тема но она интересная надо где-то оставить закладочку может потом вернуться когда-нибудь к этому интересное счету да мы говорили как раньше раз того про это что или я был не сам он будем был от рода но нахождение рядом с ним просто физически человека не избавляла его как бы вот от этого внутреннего одиночества и вот этого такого поражения подросал одиночеством для которого он открылся да и наоборот он понимал что ему нужно сейчас отделиться и от этого человека потому что видно что было ему очень тяжело то есть ну как бы уже здесь палка в двух концах как бы с одной стороны мы можем находиться среди людей и оставаться одиноки это совершенно понятно но иногда может и не надо оставлять отроков то понятно что если он отрок как бы это не человек ни одного уровня и иногда нам тяжело да там принять утешение и помощь от людей которые ну как бы как бы это так правильно сказать да но которых которые не с нами там условно скажем на каком-то определенном духовном уровне но с другой стороны другой стороны я думаю что господь может по-разному такие моменты к нам стучаться и 10 и приводить иногда очень разных людей иногда то могут быть не только отроки которые через которых может прийти вот помощь и поддержку да следующее что можно было бы сказать вот да вот по вопросу одиночества это экклесиаст мы помним да то есть что кстати было бы неплохо прочитать можешь найти или открыть этот текст рядышком местным четвертого двоим лучше нежели одному интересно прочитать седьмого стиха и обратился я и увидел еще суету под солнцем человек одинокий и другого нет ни сына ни брата нет у него и всем трудам его нет конца и глаза его не засыщаются богатством для кого я тружусь и лишаю душу моего блага и это суета и недоброе дело и дальше двоим лучше нежели одному потому что у них есть доброе вознаграждение в труде ибо если упадет кстати как ты думаешь что здесь имеется ввиду доброе вознаграждение в их трудах что может быть добрым вознаграждением в трудах возможность насладиться исходя из контекста возможность насладиться результатом вот так очень часто очень часто одиночка не доходит до результата чтобы дойти до результата нужно несколько нужно идти с кем-то это тоже но вот интересно что предыдущие стихи не говорят о человеке который работает много не может быть даже условно может достигать много вода или иметь но но в конечном счете он не понимает смысла из-за своего одиночества во всем том что он делает но когда ты вместе с кем-то и для кого-то и кто-то для тебя то это дает возможность как раз насладиться скажем теми результатами не достижениями на разных этапах пути на разных этапах труда один человек его труд лишён смысл ради чего вот он так говорит ради чего для кого я тружусь и лишает душу моих благ то есть как бы и тут же в противовес что двое они как раз у них есть добрая награда в труде сам путь интереснее сам путь богаче чем когда ты один и даже когда достигаешь цели радость не такая большая когда ты это сделал с кем-то да и с кем разделить так вот читаем дальше на двоим лучше нежели одному потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их ибо если упадет один другой подымет товарища своего но горе одному когда упадет и другого нет который поднял бы его также если двое лежат то тепло и одному как согреться если станет преодолевать кого-либо кто-либо одного со двое устоят против него и тут как бы получается три таких основных момента по крайней мере в этих словах это если кто-то упадет другой его подымет говорит о том что сам по себе человек достаточно слабый каких-то ситуациях чек может падать и рядом с ним должен быть кто-то кто поможет подняться как бы поддержит поможет стать второе это обмен жизнь обмен жизнью да это вот этот обмен жизнью как теплом это как любовь христова объемлет нас да то есть ты как бы любишь кого-то их и в ответ человек любит тебя и вы как бы обмениваетесь это любовью пониманием состраданием уважением друг к другу это то что как бы согревает нас и паски и и третье это это борьба если помнишь маяковский когда-то писал трудно человеку когда он один и плохо чеку когда он один трудно одному один не воин каждый сильный ему господин и даже слабые если двое мы знаем из 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 прошлой практики да то есть даже слабые если двое и но вот мне нравится ну как нравится и концовка здесь и нить или нитка втрое скрученная не скоро порвется здесь говорится о двух людях но почему-то нитка скрученная втрое что за третья нитка здесь но я думаю что это известное высказывание и шоу которая говорит о том что где двое или трое посреди вас где там я посреди вас да вот и это важнейший момент кстати это особенное обетование для общины да и для группы верующих людей потому что неужели бога нету когда человек один то но здесь как бы в этом обетование речь идет о неком особенном проявлении божьего присутствия который может раскрыться только в группе и это важнейшая часть которую никогда нельзя про не прыгать знаешь я вот один текст для метод текст он очень сильно жил когда начался вот коронавирус первые недели такие страхи у людей изоляция и люди сами да то есть как бы вот и некоторые люди к сожалению мы знаем они такие не вышли из этой духовной изоляции да то есть физическая которая стала духовной и впоследствии люди потерялись вот но очень интересный стих 24 25 послание к евреям будем внимательны друг к другу поощряя к любви и добрым делам да то есть это уже говорит о том что есть некая новозаветние заповедь где у нас есть обязанность чтобы кто-то был мы кому-то были внимательны но и чтобы мы были открыты чтобы кто-то был внимателен к нам нашему состоянию и скажем нашей мотивации до поощряя что-то значит 0 я поддерживаю руки да то есть и дальше не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай или привычка но будем увещевать друг друга и тем более чем более усматриваем приближение дня онного то есть другими словами там не идти далеко в текст чем ближе день пришествия миссии тем важнее для человека быть частью по местной общины и тем важнее чтобы был кто-то кто сможет его увещевать и кто может быть внимательным к нему и чем ближе этот день пришествия тем больше вес и большее значение для человека имеет духовная семья и как я понимаю тем большая опасность духовной изоляции разобщения обид разочарование одиночество то что мы сегодня да это очень важно это конечно тема я так вот тебя слушаю я понимаю что из этой темы знаешь вырастают просто ветки и другие ветки другие темы потому что она очень 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 важная и и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь да а тут как раз поощряя друг друга любви и добрым делам да то есть кто-то кто тебе скажет то есть чего не хватило или ты грубо говоря да что кто-то ему сказал слушай или ты забыл вообще о своем призвании своей силе ты вспомнишь ну как вчера ты действовал власти и радости растоптал ну что что с тобой сегодня то есть как я могу тебя поддержать вместе это преодолеем это точно ну скажем такая бумажная до стена который столкнуть она лопнет скажем так мы можем так допустить что или не хватило такого человека от которого бы он принял это поощрение и увещевание то есть как бы если бы он не был сам в одиночестве то есть если бы он был в группе тогда возможно его бы не пришлось погружаться в такое состояние где он говорил уже все забери мою душу господь да то есть такое действие духа смерти да да хорошо ну вот видишь нитка второе скручена это конечно же господь его воля до его призвание в котором он приходит с которым он приходит да который объединяет вокруг себя других людей то есть это конечно же если мы мы здесь можем вот эту третью нитку видеть как самого господа его цель для нас также это когда не просто два человека когда два человека объединены богом единой целью также и они вместе друг другом ну как бы чтобы вот это вот единство которое подымает согревает укрепляет и помогает сражаться это единство которое создается вокруг чего-то вокруг 3 3 лица которым конечно же является бог его воля его но его предназначение для нас это тоже очень важно иначе просто основа единства она будет такая достаточно зыбкая вопрос это симпатии просто и каких-то общих интересов которые меняются тогда основы для единства особо прочные нет так вот хорошо кстати вот здесь вот мы видим что вот это вот единство с другим человеком по описанию это важный важный элемент для того чтобы вообще дойти до победы да вот победить увидеть результат конечный результат твоего труда тебе нужно единство и кстати как такой неожиданный неожиданный пример того что порой порой нам не хватает просто единство с богом нитка должна быть втрое скручена бог ты еще как минимум один человек или возможно не хватило этого еще одного человека потому что у него было единство с богом уже с богом разговаривал так как никто из нас не разговаривал и адам разговаривал на его состоянии не было удовлетворительный в определенный год момент и по отношению к определенным вопрос да поэтому когда когда человек говорит у меня там есть общение с богом и мне больше ничего не надо это такое себе это не совсем библейская позиция так вот интересный момент неожиданно просто приходит на память история с гедеоном если ты помнишь момент когда уже уже когда были отобраны 300 и они готовились к войне бог говорит гедеону спустись в стан врага и подслушай их разговор а понятно что подслушать не ты не можешь подслушать в бинокль подслушать ты можешь подойти ты должен подойти настолько близко чтобы ты мог услышать о чем вообще люди говорят то есть и фактически должен подойти на расстоянии там двух-трех метров чтобы услышать разговор и и потом господь ему говорит но если ты боишься идти помнишь что он ему говорит возьми фару своего слова да то есть как бы бог бог понимает что человеку страшно и он как бы он понимает что он не посылает видеона в одиночку он идет с гедеоном но как будто бы для для преодоления вот этого страха до вот этой тревоги то есть человеку недостаточно порой только вот такого духовного контакта с богом ему нужно присутствие еще одного человека бог ему говорит если боишься то возьми фару и пускай он пойдет с тобой и мы видим что где он берет фару но здесь интересный момент какой возьми именно вот этого человека то есть в трудных трудные моменты нам нужно понять кого бог дает нам и порой те которых мы выбираем себе в пару чтобы устоять если это не тот человек которого тебе дает бог но вряд ли ты получишь от него ту поддержку которую бог тебе хочет дать хочется когда тебя одиночество когда у тебя какие-то сложные этапы то хочется чтобы был человек который будет тебя до или поддакивать то есть надо нам нужен человек который будет говорить нам правду и в этом будет самая большая ценность того что может быть сделано для нас это может быть больно неприятно это может быть жизненно необходимо для того чтобы мы прошли этот этап и вышли из него победителями и устояли и согрелись и как говорится получили добрую награду потому что если мы будем искать только тех кто будет льстить нам вслух мы получим поддержку но чисто душевную эмоциональную это тоже порой важно но это не даст нам решение то есть господь ему говорит идиону возьми фару если боишься возьми фару господь же мог сказать ему другого человека возьми васю там или поле также то есть как бы принцип какой что господь не сказал возьми кого хочешь он сказал кого взять да как когда и ишуа посылал по двое и мы не знаем кого с кем с кем он соединял об этом не указывается да то есть возможно это были от было 1 это были одни и те же пары а возможно это он говорит сегодня ты пойдешь с ним на ты можешь кое-что с кем с ним да но мне он не нравится допустим да но порой и как бы ну скорее всего ну вообще то есть один небольшой примеру в библии когда мы видим кого с кем господь соединяет и когда он посылает их приготовить пасху он берет петра и берет и она как казалось бы это абсолютно противоположные люди эмоциональный импульсивный петр да и по возрасту они разные и по темпераменту разный и юный вдумчивый мечтательный мистикиан да вот как бы вот вот соединение соединение несоединимого как ты наверное по жизни никогда бы не выбрал себе такую пару а бог тебе говорит вот ты и ты вы пойдете хоть и мы видим еще петра с иоанном когда они бегут к гробнице когда они слышат что узнают что мессия воскрес два ученика вскакивают и бегут и один прибегает первым молодой предки дух полный иоанн но бы зайти боится как часто люди духовные они как бы до чего-то доходят быстрее но они слишком слишком глубокие чтобы рисковать а потом прибегает такой простой безбашенный грубо говоря петр да и и заходит туда как как мы видим здесь как мы видим пару как мы видим дополнение друг другу да порой из в таких противоположностях но я думаю что тут можно знаешь какой еще такой для себя может отметить момент вообще что иногда люди которые оказываются с нами рядом может быть эти люди необходимы на этот отрезок путин и могут быть очень нам неудобны но необходимы и здесь наверное если мы хотим избавиться от вот такого безбожного одиночества на вот то нам нужно наверное как бы вывод который можем сделать нам нужно принять свою жизнь того кого бог нам дает то есть мы видим что не хорошо бы человеку одному это в решение бога и бог дает человеку пару как в истории с адамом как в истории допустим с тем же гидеоном как в историях с и шо когда он давал учить каждому ученику пару до создавал эти нам просто нужно принять того кого бог нам дает в нашу жизнь и принять его как человека от бога в нашей жизни через которого мы можем принимать от бога и утешение и ободрение возможно действительно или я не воспринимал отрока как того человека которого бог может использовать его жизни да потому что он привык один на один с богом решать вопросы да то есть он такой духовный одиночка да он сильный человек он действительно устоял в одиночку да но рано или поздно, эта сила, она может стать основой для поражения, да, вот как сильные наши стороны, это наши слабые стороны. Хорошо, давай тогда мы попробуем сдвинуться дальше или еще что-нибудь? Я думаю, что надо попробовать двигаться дальше, а то мы не выйдем за предел этой темы сегодня. Хорошо, да, так переходим тогда к уединению, да, в чем разница? Наверное, первое, чтобы я сказал, что, ну, по моим наблюдениям, думаю, ты согласишься и многие согласятся, что уединение, это потребность в уединении у человека, когда появляется, это говорит о том, что человек становится более зрелым. То есть, если мы, допустим, посмотрим на подростковый возраст человека, ребенок или подросток, да, как в физическом смысле, так и в духовном, то это в какой-то мере ненормально, когда, допустим, ребенок, играют дети, да, там, шумной толпой, они бегают, гоняют, и такой ребенок один сидит и тихонько в одиночестве склонив головку, погруженный в себя. То есть, для ребенка это ненормально, мы ему говорим, что ты сидишь сам, иди побегай с детьми, тебе надо общаться с другими, да. То же самое в подростковом возрасте человек испытывает, ну, серьезную нужду в том, чтобы быть частью какой-то группы, да, потому что он, как бы, формируется, его осознание себя, мира формируется. Но когда человек уже начинает чувствовать нужду или потребность в уединении, да, как бы, в таком отделении от других, да, и, как бы, вот, встреча с самим собой, это, на мой взгляд, уже признак такой определенной зрелости. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что в действительности в определенный момент ты начинаешь понимать, что тебе хочется провести какое-то особенное время наедине с собой и с Богом. вот это, это точно, это точно о зрелости, точно о, скажем, способности, да, потому что я вспоминаю некоторые свои ранние попытки побыть в уединении, но это было очень сложно, очень сложно. Как-то неестественно, да. А потом, наоборот, как бы, скажем, из тех немногих уединений, которые у меня были, ты понимаешь, что тебе, наоборот, не хватает уже времени, да, для того, чтобы то, как бы ты хотел провести это время, и, скажем, уже это совершенно другое. Почему, почему это, 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 на мой взгляд, такой важный вопрос, потому что некоторые люди считают, что стремление к уединению — это свойство определенного темперамента, да, что вот люди больше такие интровертные, флигматичные, да, это как бы их удел, а люди такие экстравертные, такие энергичные, социальные — это вообще не их тема, то есть это не моя тема, да. На самом деле, мне кажется, что независимо от темперамента, абсолютно независимо от темперамента, человек нуждается в уединенности, да, и если человек боится уединения и, как бы, убегает оттуда, таким образом он, как бы, убегает от зрелости. Вот мое личное мнение, да, вот, как бы он, потому что, к сожалению, я так думаю, что сейчас очень многие люди, они действительно прямо боятся тишины, то есть им надо постоянно, чтобы вокруг них что-то происходило, да, работал телевизор, играла какая-то музыка, какая-то шумная толпа, вот как будто бы они боятся остаться в тишине один на один, да, и, таким образом, убегая из этих ситуаций, убегая, потому что они, возможно, не понимают разницу между уединением и одиночеством, да, что уединение – это твое осознанное решение, что ты, да, ты, как бы, соглашаешься с тем, чтобы побыть одному, ты, как бы, позволяешь, да, себе это. А некоторые люди просто не позволяют себе, они убегают от этого, и таким образом они убегают от определенной зрелости. Они, как бы, остаются такие, как бы, подростки своего рода, да, то есть, ну, как бы, не делают шаг в эту зрелость, убегая от таких ситуаций, где им нужно побыть одному. Что ты думаешь? Я думаю, ты знаешь, что уединение, оно же может очень по-разному развиваться и раскрываться в жизни человека. Это один момент, и я сейчас к нему вернусь, и второй момент. Опять-таки, если мы говорим о склонности души или темпераменте, то здесь просто вопрос, чему человеку нужно больше научиться. Ведь есть то, что для нас просто, и есть вещи, которые мы должны научиться. Если человеку легко быть среди других людей, заряжаться среди людей, переживать Бога вместе со всеми, может быть, ему нужно, и, может быть, он и меньше будет проводить времени в уединении, и, может, для него это нормально, да, но, может, ему нужно научиться останавливаться и быть один на один, вот, как бы, со своим Отцом, вот, в Божьем присутствии, в размышлении, в таком, может, Божьем анализе, вот. А другому, наоборот, человек, которому более склонен он быть один, размышлять, погружаться, может быть, ему нужно научиться соединяться с другими, и, как бы, вот, входить в эту, скажем, полноту того, чего мы говорили раньше, вот этих скрученных вместе ниток, да. То есть, и здесь нужно, понимая свои какие-то особенности и особенности каких-то этапов, вот, не зацикливаться на чем-то одном, вот. Но, опять-таки, вот, знаешь, почему-то у меня такая мысль, что все-таки, если мы видим, что мы не можем решить какой-то вопрос один на один с Богом, нам не нужно бояться быть уязвимыми и выходить из своих уединений, обращаясь и идя, ну, как бы, в Божью семью, идя к другим людям, вот, потому что, иначе это может стать в действительности одиночеством и изоляцией, да, через гордость, другие такие вещи, там, раны, человек может, ну, оказаться в такой ситуации. А если мы говорим о развитии уединения, знаешь, вот, как бы, и вхождении в него, ведь это не обязательно означает, что ты сразу должен на неделю поехать в уединение, и на необитаемом острове, или в лесу, там, разбить палатку, да, ты можешь проснуться. Очень интересная, кстати, мысль есть по этому поводу у книги «Прославление дисциплины». Вот, он, как бы, автор книги, он так очень интересно смотрит на эти вещи, и на практику умолчания, и у него есть очень интересные мысли. И вот, это мысль его, он говорит, что иногда нам просто нужно научиться, ну, вот, например, встать раньше и побыть одному, там, на заре, или наоборот, на закате, да, и это может быть не быть целый день, это может быть полчаса, час, двадцать минут, но это может быть нашим постепенным взрослением, да, и постепенным, скажем, овладением этого мастерства, чтобы уметь быть один на один. Вот, кстати, ты знаешь, что очень интересно, что многие вопросы ученики решали с Ишуа, так и написано, приступив к нему наедине. Да, то есть они говорили с ним о своих поражениях, когда они не смогли знать беса, вот, они говорили о том, что им было непонятно, когда они подходили спрашивать значение притчи. То есть, на самом деле, место уединения, это также возможность вместе с Богом разобраться в чем-то, что сейчас для нас сложно, неясно, трудно, и, скажем, это такое место рефлексии, да, какой-то определенной проработки каких-то вопросов может быть, это мы видим в Писании. Да, я согласен, ну, в принципе, с этого мы и начали, что эта тема для кого-то может быть абсолютно необжитой, тема уединения, да, просто абсолютной такой Антарктидой, для кого-то это уже, кто-то может свить себе абсолютно уже уютное гнездышко, и здесь, конечно же, темперамент играет определенную роль, люди флегматичные больше, да, они больше склонны к внутреннему уединению, им это дается легче, а наоборот, вот, общение, да, для них это больше сложный опыт у них, поэтому, конечно же, здесь, но поскольку сегодня мы больше посвящены вот этой теме, да, и, на мой взгляд, сегодня в шумном мире понятие уединения это более сложное, да, мы говорим о настоящем внутреннем уединении, кстати, мы чуть позже поговорим, что для уединения не обязательно быть на необитаемом острове, то есть мы увидим в Библии, по крайней мере, я это вижу, что человек может уединяться среди людей, да, то есть вот будучи среди людей, он может быть, оставаться один на один с Богом, даже в шумной трупе, ехать в маршрутке уединенно с Богом, да, то есть это тоже, кстати, ну, такая практика, которую нужно развивать. Так вот, если идея уединения в Новом Завете, если бы у меня так спросили, я бы сразу, наверное, вспомнил знаменитый текст, когда Ишуа говорит о том, чтобы не демонстрировать свои отношения с Богом на показ, да, а если ты по-настоящему, по-настоящему хочешь соприкоснуться с Богом, ты должен зайти в тайную комнату и закрыть за собой дверь, да, и помолиться Отцу, который в тайне, и Отец, видящий тайны, воздаст явно. И здесь есть как бы некое условие, то есть человек должен зайти в какую-то тайную комнату, закрыть за собой дверь, это в принципе и есть, уединиться, да, и остаться один на один с Богом в неком тайном месте, да, это не публичное, это не место на показ, да, это что-то тайное, что-то скрытое от других, то что-то между тобой и Богом, да. И вот говоря об этом тайном месте, много написано об этом, книг, там, тайная комната и прочее, наверное, это такая тема в свое время была вообще очень популярная, да, вот эта идея тайной комнаты, но если уже говорить практически, что же это за мистическая такая тайная комната, то есть и что делать, допустим, человеку, если мы буквально воспринимаем это как такую тайную специальную келью, да, которая у тебя должна быть там где-то, то как быть, допустим, человеку, который там студент, живет в общежитии, да, или молодой верующий и живет в репцентре, да, там, или молодая семья, или там живут там в однокомнатной квартире пятеро детей и теща, да, вот где взять эту тайную комнату, когда даже туалет... Не, пятеро детей хорошо, а теща что там делает? Даже туалет постоянно занят, потому что я слышал, что некоторые практикуют ванную и туалет в виде тайной комнаты, да, где можно закрыть за собой дверь и уединиться, но даже в таком случае ты не можешь уединиться, потому что кто-то все время будет стучать и говорить, эй, кто там, да, как быть этим людям? Неужели тогда это, то, что сказал Ешуа, это невыполнимо для всех? Понятно, что здесь не имеется в виду какая-то особая комната. Кстати, по тексту, я думаю, ты знаешь, да, что здесь, скорее всего, речь идет о спальне. Внутренняя комната, как бы, как спальня. И здесь, скорее всего, идет и дом, что, когда ты заходишь в свою спальню и закрываешь за собой дверь, ты перестаешь играть роль. Если до этого ты был там каким-то, какой-то там, не знаю, почему-то мне всегда представляется, знаешь, такая женщина, которая какая-то общественница, какая-то такая деловая, какая-то светская львица, которая там была на каких-то приемах, в каком-то таком неудобном узком платье с какими-то большими каблуками, знаешь, она вся такая. И вот буквально сейчас она заканчивает разговаривать по телефону, она улыбается, такая вся, вся такая приветливая. И вот она заходит в свою спальню, закрывает дверь и говорит, фу, знаешь, с этих напухших ног, уставших, таких уже сжатых пальцев. Она снимает эти туфли, где-то их забрасывает, снимает это узкое, стягивает в себя это платье. Все, я как бы, я дома, все как бы. И вот здесь вот человек настоящий, вот он приходит в эту тайную комнату, закрывает дверь, и он как бы выдыхает. Он такой, какой он есть, ему не надо играть какую-то роль, ему не надо из себя что-то там демонстрировать. Это глупо делать в спальне, потому что тебя здесь как бы никто не видит. Ты уже не социальная личность. Это не значит, что та часть жизни, которая связана не со спальней, что она не настоящая, лицемерная или двойная. Просто это, скажем, другая социальная роль и другое время. Хотя все наши жизни являются целостной, но понятно, что среда накладывает свои обязательства. Сто процентов, да. Но, кстати, обрати внимание, что именно в этом контексте, насколько я помню, Иисус же упрекает фарисеев в лицемерии. А если мы посмотрим в оригинальном тексте, слово лицемер имеет значение простое, это актер. То есть это как бы роль, да. Но нам нужно понять, в чем было их лицемерие. Текст ясно это дает на показ, чтобы явиться перед людьми, чтобы получить награду за то, как люди будут оценивать их внешнюю набожность. Внешнюю набожность, да. Да, то есть вот в этом лицемерие, да. То есть они молились не ради того, чтобы иметь отношение с Богом, а ради того, чтобы выглядеть, явиться перед людьми, да, выглядеть перед людьми. И Идзака, там три основных еврейских добродетели, которые, ну, библейские добродетели, да, это Идзака, это пост и это молитва. И все три, они привязаны вот к тайному и к явному, да. И он говорит, что если ты являешься перед людьми и используешь эти практики для того, чтобы, скажем, выглядеть перед людьми и получить от них похвалу, поднять свою самооценку, заполнить свою какую-то пустоту через людей, то тогда это становится действительно лицемерием, потому что это не совсем твое, да. То есть как бы... И поэтому он как бы в противовес призывает, что твоя жизнь внутренняя, она должна протекать, скажем, перед Богом, да. Ты должен быть вот то, что, как бы мы и говорим, отделен от внешнего мира, и ты сосредоточен, твой фокус не на том, чтобы получить от людей признание и одобрение за свое внешнее поведение, а встретиться с Богом и сделать это для Бога, даже если это больше никто не увидит, не признает и не оценит. Тогда это становится тайным, да. Лицемер точно знает, что он лицемерен. И он остается в этом состоянии. Потому что иногда дьявол навешивает на людей, типа, да ты лицемер. И хотя человек не лицемер, потому что он чувствует это и отвергает это, и не допускает это, не соглашается с этим, да. Лицемер точно знает, что он лицедействует, играет, что он является актером, и, скажем, его внешнее поведение абсолютно противоречит его сути, но он готов это играть ради достижения своих целей. Поэтому это тоже может кому-то помочь. Страшная вещь, когда лицемер, тот, кто играет, начинает верить в то, что он именно не играет роль. Вот это уже, я бы сказал, что это уже форма демонического обольщения или обмана, когда человек начинает верить в свою собственную ложь. И он уже перестает чувствовать эту грань между настоящим и актерством. А актерство в нашей жизни тоже есть. Я думаю, если бы я это начал отрицать, или ты, это было бы абсолютно неискренно. Нам нужно стремиться, чтобы наш фокус был не снаружи на реакции других людей, а наш фокус был внутренне, внутри самой молитвы и прочего. Так вот, смотри, еще, наверное, момент, который бы я мог бы сравнить с вот этой тайной комнатой, это когда раз в год один человек шел по пустому храму с колокольчиками, и с ним никто не встречался, потому что никто не должен был встречать его. Он должен был быть сам, один, уединенный, не одинокий, но уединенный. Он шел по пустому храму и заходил в комнату, в которой не было ни света, ни звуков, где стояла абсолютная тишина и абсолютная темнота. Он проходил сквозь такую большую завесу, да, как кто-то Милосиф Флавий, да, по-моему, пишет. Кстати, у тебя нету звуков таких фонящих? Не появляются фонящие? Нет, нет, нет. То есть он отодвигал эту завесу войлочную, достаточно толстую, которая глушила все звуки, и вот он заходил в это святое святых, в эту темноту, первосвященник, который встречался с Богом, да. И, наверное, если бы человек шел на встречу с Богом, да, ну, как порой мы даже идем на встречу к какому-то человеку, если мы считаем эту встречу важной, мы продумываем, да, мы как-то соответствующе одеваемся. Первосвященник одевался соответствующе, да, у него были молитвы, было все, да, было все необходимое, но, наверное, когда он заходил туда, ну, мы никогда не увидим, что там было, да, но, наверное, вот это и есть настоящая молитва, когда ты в абсолютной темноте, в абсолютной тишине стоишь перед Богом, и тебе уже все равно, как ты выглядишь, да, как у тебя сложены руки, какой голос у тебя, да, потому что порой, ну, как бы, то есть, ну, тебе уже все равно, потому что ты понимаешь в этот момент, в этой священной темноте, да, в этой священной тишине, что на самом деле уже не важно, как ты выглядишь, не важно, какой там тембр у тебя голоса, как ты там растягиваешь или не растягиваешь слова, как бывают люди, знаешь, чтобы там проявить, то есть это уже абсолютно не важно для тебя, то есть, как бы, это все уходит на второй план или на десятый план, почему, потому что в темноте, ну, не видно, не видно, как ты там стоишь, какие на тебе там... Да и позировать не перескем. Ну, вот, вот. Да, позировать не перед кем, потому что ты понимаешь, что Бог, Бог... Вот, вот, наверное, вот это и есть в какой-то мере тоже такая иллюстрация тайной комнаты, потому что во святое святых мог заходить только один человек раз в году, а вот эта тайная комната, если она в какой-то мере, в какой-то мере, мы можем сравнить ее с вот этим местом, где человек встречается с Богом один на один, да, вот такой, какой ты есть, без всяких, грубо говоря, понтов каких-то, да, как-то там наслоений на тебя, да, не твоих, да, когда ты просто такой, какой ты есть, ты встречаешься с Богом. Это очень для меня похоже на вот это святое святых. И это для каждого человека в обычной жизни, да. Ну, потому что, как бы, вот эта вот идея святое святых у некоторых людей возникает, что это не для всех, да, и это не всегда. Да, но на самом деле это для всех, и на любом месте человек может, может вот таким вот образом встречаться с Богом. Отделившись от внешней суеты, отделившись от каких-то вопросов, вот, остаться с Богом один на один в любой момент. Интересно, что Моисей тоже, он вступил, помнишь, там написано, а Моисей вступил в тьму, где Бог. Где Бог, да. Да, но хотя приглашение было для всех, но иногда нужно иметь действительность. И ты знаешь, мне кажется, что в этой истории есть один важный момент, что нужно иметь смелость для того, чтобы вступить в такое место уединения. И вот как Моисей, да, написано, что он вступил, народ остался у горы на своем уровне, а он вступил во тьму, где Бог, да, то есть это определенная смелость, определенный риск, определенная, как бы, решимость идти туда, где ты не можешь опираться, вот в чем еще проблема темноты, да, ну, скажем, что ты не можешь, ну, ты не знаешь, что тебя ждет, да, то есть ты, как бы, не можешь опираться свободно. Ты беспомощный абсолютно, ты беззащитный и беспомощный. И значит зависимый, если ты беспомощный, значит ты зависимый, да, то есть, и как бы, вот скажем, уединение, оно тоже, если кто-то пробовал практиковать уединение и находить время для уединения, и решимость для уединения, вот скажем, в те немногие разы, когда я это делал, но это требовало усилий, усилий, чтобы войти в это, ну, как бы, сначала вообще выделить это среди всех важных дел, во-вторых, ну, если мы говорим о уединении, как о практике выделенного времени, да, то есть как найти это, мы говорим, что это может быть как состояние вообще, где человек может отделиться в любой момент, да, и быть с Богом один на один, но хорошо, я думаю, чтобы все-таки люди, они могли находить время для уединения, вот, и идет борьба сначала за время, за место, а потом уже, когда ты остался даже один и выделил время и место, все-таки, ну, то, чем я сталкивался, что идет борьба за то, чтобы это время выделенное, оно стало действительностью временем уединения среди многих голосов, шумов, интернетов, и даже утром, когда читаешь Библию в телефоне, ты знаешь, если не выключишь интернет, то ты читаешь ее не сам, ну, потому что кто-то тебе пишет, приходится общение с каких-то соцсетей, ну, ты вроде, ну, как бы один, а читаешь там Писание или молишься еще вместе с какими-то людьми, ну, условно, какими-то. Да, 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 конечно, это достаточно непросто, ну, знаешь, вот для меня лично, опять же, тут все-таки вопрос темперамента или практик определенный, да, то есть для меня уединение – это, наоборот, выдохнуть, вот как я говорил, как я представляю уединение, это когда вот эта вот уставшая, накрашенная женщина заходит в свою комнату и выдыхает, говорит, все, я дома, да, все, как бы снимает с себя эти узкие туфли, все, что было ей неудобно, то есть она как бы становится сама собой, ну, почему-то у меня вот именно вот такой вот образ, да, почему-то. Это может быть и мужчина, да, там, в каком-то там деловом костюме, там, еще чем-то. Это может быть военный с орденами и медалями, никто же не спит, как говорится, надо не ложиться в кровати своими наградами, да, то есть это все снимается. Заходишь в комнату, ты выключаешь телефон, все, и ты снимаешь с себя вот это все, и вот ты такой, какой ты есть, вот ты садишься перед Богом, да, то есть ты выдыхаешь, ты расслабляешься, хотя я полностью с тобой согласен, что для некоторых людей сохраняться вот в этом уединении, чтобы это не было просто как мгновение какое-то, такое, знаешь, мгновение какая-то, как просто маленькая пауза. Если мы хотим это растянуть, побыть в этом состоянии, а порой в нем нужно побыть, кстати, Илья, когда пришел на гору Харыв, да, сам, он же не сразу вступил в контакт с Богом, он зашел в пещеру и лег спать, и он там спал, то есть какое-то время он там был, то есть и порой в уединении надо какое-то время побыть, чтобы остановилась вот это все, суета. Вот понимаешь, я бы добавил важный фактор к уединению, что понятно, что для меня все равно есть разница уединения, когда человек просто заряжается от того, что он сам с собой наедине, с хорошей книжкой, с тишиной, отсутствие людей и так далее, интернета, еще чего-то. Но я бы добавил важную составляющую, очень простую, понятную, естественно, может быть подразумеваемую, что настоящее уединение отличается вот от того, может быть, тоже важного нормального времени, когда человеку нужно побыть один-на-один с собой, что в уединении человек один-на-один с Богом, а не с самим собой. Потому что может быть уединение тоже не с негативным оттенком, когда человек один-на-один с собой, он отдыхает, он отключился от каких-то факторов, ему нужно зарядиться, скажем, от тишины, от одиночества, ну, от одиночества в плане, что он сам, да, находится, чтобы не путались терминами. Но важная часть уединения – это когда ты один-на-один с Богом. Вот это вот настоящее уединение, глубокое, зрелое, где человек не просто один-на-один с собой, сбежавший от всех шумов, ответственности, ролей и так далее, но где он, может быть, избегает от этого всего, но сбегает к Богу. И, кстати, выход из одиночества – это прийти, оттолкнуться от своего одиночества и прийти к Богу. Вот, и может быть, ну, да, то есть, как бы, какой выход у Ильи? Он идет на гору Хариф и там обращает к Богу свое одиночество и отчаяние. И таким образом из одиночества он переходит в уединение, и из уединения выходит на новый этап своей жизни и служения, и своего призвания, да. То есть, и, ну, скажем, какой-то человек еще хотел сказать мысль и потерялась вот по этому поводу. Но вот просто на это хотелось очень сильно обратить внимание, что выход из одиночества – это когда мы отталкиваемся к Богу. Настоящее уединение – это когда мы вместе, вместе с Ним, один на один с Ними. Нам нужно научиться, вот, кстати, хороший момент – это научиться отталкиваться от любых состояний, разочарований, ситуаций, и с этого, как бы, отталкиваясь, идти к Богу, плыть к Богу, да, подниматься к Богу, восходить к Богу. И вот вспомнил я мысль, который хотел сказать, что иногда Бог, кстати, может допускать, да, такие ситуации, где можем испытывать определенное одиночество в каком плане? Непонимание людей, да, отсутствие тех, кто может поддержать нас на этом этапе, понять, может быть, разлука с какими-то людьми, то есть обстоятельства, которые, как бы, оставляют нас одни. И иногда, я не говорю, что это, там, Бог дает нам это, но иногда это часть, как бы, нашего духовного взросления, где мы должны научиться вот в этом состоянии идти к Богу. И вот тут, безусловно, то, что мы говорили в самом начале, важность духовной семьи. Если мы не можем сами, нам нужно бежать просто к другим людям, которые поддержат нас, будут молиться. Но иногда Бог допускает такие моменты, где нам в действительности, мы можем опереться только на Него. Но здесь важно проверить, или мы не отделяем себя, мы не говорим, у меня такое время, я сейчас могу опереться только на Бога, но на самом деле это обида и духовная изоляция и гордость, которая нам не позволяет обратиться за помощью к братьям и сестрам, которые помогут нам в этом этапе. Но иногда, в исключительных случаях, Бог может допускать такое время, где нам не будет на кого опереться, чтобы мы научились опираться только на Него. Когда мы понимаем, что это время, особое время от Бога для нас, которое склоняет нас к уединению, зовет нас к уединению, а порой это даже не зовет, а Бог допускает такие ситуации в нашей жизни, что ты хочешь, не хочешь, ты вынужден оставаться с Ним один на один. Как, допустим, тот же Иаков в Пенуэле. То есть, хочешь, не хочешь, а он вынужден был остаться один на один с Богом в этой темноте, в этой ночи, чтобы все-таки разобраться, кто есть кто. И вот здесь вот тот момент, что ты сказал, что когда человек уединяется, его цель должна быть не побыть самим с собой наедине, а побыть наедине с Богом. Но когда мы приходим к Богу, Бог очень часто разворачивает нас к самим себе. То есть, он через общение с Ним, он помогает нам разобраться в самом себе. Это как знаменитая история, которую Кац когда-то писал в одной из своих книг, Арон Кац, когда он еще был неверующим человеком, он штальпинизмом занимался, где-то лазил по горам. Не знаешь эту историю? Нет. Ну, известная достаточно. И он говорит, что, короче, взобрался он на какую-то гору, и вот он стоит на этой горе, да, вот ощущает вот эту вот победу, эту красоту, да, этот простор с вершины какой-то там скалы. И вдруг, говорит, я еще будучи неверующим человеком, вдруг я ощутил себя в присутствии кого-то огромного, невидимого, но живого, который вокруг меня. Все вдруг ожило, все, воздух, все ожило. Мир, короче, ожил, и я понял, что я стою, и вокруг меня есть кто-то, которого я не вижу, но он живой, и он смотрит на меня, такая личность, да. Говорит, это было настолько явно и настолько внезапно, говорит, что я был шокирован, и я не сдержался, непонятно даже как, не совсем осознанно, я закричал, кто ты, кто ты, да. Говорит, и ответ на этот вопрос вернулся ко мне эхом, кто ты, да. Вот очень часто, когда мы взываем к Богу, кто ты, да, то есть Бог как бы разворачивает этот вопрос к нам, и он помогает нам разобраться в нас самих. Поэтому, если мы ищем как бы самого себя, навряд ли мы сами самих себя найдем. Если мы ищем Бога, то Он нам помогает найти и самого себя. И вот во святом святых, в этой темноте, да, в этой тишине, первосвященник, скорее всего, встречался и с Богом, и с самим собой, настоящим, с настоящим самим собой. А больше никаких других шансов с самим собой встретиться у нас как бы в Божьем присутствии, в этой тайной комнате, где ты уже не играешь никакие роли, где ты настоящий, такой какой ты есть. У нас просто других нет и шансов. Посмотри, Олег, мы с тобой по времени уже как бы все. Я хотел бы еще одну мысль сказать по поводу того, как можно уединяться, оставаясь среди людей. И в этом есть интересный библийский пример. А, наверное, в следующую встречу, если Бог нам позволит, мы проведем еще, поговоря об уединении, есть некоторые еще, мне кажется, важные, интересные мысли на этот счет, уже как бы практические, да, как искать этого уединения. Не в плане каких-то таких практик, да, каких-то моделей, а в плане принципов. Хотя и принципы, и модели тоже хороши, да, модели могут нам помогать. Могут помогать, но, смотри, ну, допустим, многие знают, да, там были в свое время, там, мадам Кион и прочие, там, авторитетные ребята, не будем назвать всех имен, которые говорили, как надо. Они давали прямо готовые модели, тайной комнаты, личных отношений с Богом. И когда люди просто пытались, слово тупо не совсем уместно, хотя в некоторых случаях и уместно, они просто тупо пытались копировать чью-то практику, не у всех получалось, да. Поэтому я больше за то, чтобы помочь людям увидеть принципы, на основании которых они могут составлять свои собственные модели, хотя, опять же, просто поделиться. Которые могут быть гибкими и живыми, да. Да, поделиться просто своей моделью, допустим, как ты это делаешь. Это всегда хорошо, но говорить вот это правильно и делайте так, как я, да, там, закрой глаза, встань на одну ногу, там, допустим, и придет к тебе шалом, да. То есть, может, к тебе так он и приходит, но это же не должно становиться прямо правилами или системой для всех. Так вот, возвращаясь к вопросу уединения среди людей, есть интересный текст у Езыкиля. Значит, 3 глава, 16-17 стих. Там, в этом, почему именно я хочу 16-17 прочитать вначале, потому что там конкретно звучит предназначение Езыкиля, и после Деяния идет Езыкиль. Деяние Езыкиля, вторая книга. Ладно, шутка. Хорошо. Так вот, 16-17 стих. Я бы подумал, может, ты какие-то апохрифы открыл просто. Наверное. Так вот, по прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израиля. И ты будешь слушать слово, слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Вот как бы задача Езыкиля – быть стражем для еврейского народа и быть источником вразумления и научения для этих людей. Это очевидно здесь, правда? Да. То есть ты, я тебя призвал для этого, ты будешь стражем, и ты будешь источником моего вразумления для этих людей. Читаем дальше. Это же глава, 3 глава, 24-26 стих. Конец главы уже. 24 стих. «И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мной, и сказал мне, иди за приз в доме твоем. И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, свяжут тебя имя, и ты не будешь ходить среди них. Язык твой прилеплю к гортани твоей, и ты не имеешь, и не будешь обличителем их. Ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобой, тогда вот открой уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь, кто хочет слушать, слушай, кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». То есть он его посылает к еврейскому народу, чтобы он был источником вразумления, но потом говорит очень странную вещь. Господь ему говорит, вот 24 стих. «Иди и запрись в своем доме». Если это буквальное указание от Бога, каким образом Иезекииль может выполнять роль увещевателя для еврейского народа, когда он сидит, запершись в своем собственном доме? Как он может влиять на мир, окружающий его, если он зашел в свой дом и заперся внутри? Это что? Через форточку кричать, смски, может YouTube канал? Каким образом он может влиять на мир, сидя в запертии в своем собственном доме? Ну, один из вариантов. Я понимаю, что, скорее всего, пастор Эдвин, вы намекаете на внутреннее состояние. Но еще один вариант я хочу допустить, что это временное нахождение. То есть ты находишь, закрываешься в своем доме условно, так естественно написано, запираешься в своем доме, на время, чтобы получить слово от Господа. То есть и здесь этот текст про это говорит. Чтобы не говорить, вот ты видишь, ты понимаешь, что они грешат. Ну, я про текст сейчас конкретно. И ты бы даже просто не из откровения, просто из того, что ты видишь, ты бы мог их обличать и говорить. Но он говорит, грубо говоря, с тобой так не будет. Ты должен пойти и получить сначала слово от Господа наедине. И только потом, когда ты выйдешь из этого уединения, ты будешь говорить, так говорит Господь. И это уже не будет просто твое обличание. Это будет авторитетное послание. Даже если его не будут, ну, не будут слушать из-за мятежности, но это будет авторитетное послание, конкретные, прямые слова Господа, а не просто правильное. Нравоучительное беседование. Мораль. Да, мораль. Смотри, да, это интересная мысль. Как бы в контексте я не вижу именно вот такого указания, иначе было бы сказано уединись в своем доме, ищи моего лица, я дам тебе послание, и только после того, как ты получишь. Там говорится, что закройся внутри своего дома, и ты не будешь свободно перемещаться среди этих людей, и я вообще твой язык прилюблю твои картами. Ты утратишь способность просто говорить. Ты будешь говорить только тогда, когда я буду говорить через тебя. так вот смотри, на самом деле интересный момент, когда мы смотрим на этот текст, меня на это натолкнул украинский перевод этого текста. Это очень давно, я еще читал, я не помню, Агиенко, возможно, это перевод, святописьмо, может быть, вот что-то из этого. Там сказано так, «Зайди усередину своей хатыны и зачины за собою двери», да, «Запрись», «Войди внутрь своего дома и закройся там». И если мы посмотрим слово «дом» здесь, «Войди», «Зайди в свой дом», да, и «Запрись в своем доме», то вот слово «дом», интересно, в этом тексте имеет значение не только дом, а внутренняя часть, «Войди внутрь», «Зайди внутрь и закройся». Зайди внутрь и закройся. Это прямая ссылка на Матфея, да, то есть на Нагорную проповедь, «Зайди и закрой за собой дверь», да, то есть как-то замолить. Скорее всего, напрямую здесь Господь говорит о том, чтобы Иезекииль из внешнего человека стал человеком внутренним, зашел внутрь и закрылся. Это не значит, что ему нужно закрыться от людей, он должен был быть среди людей, но он должен был как бы уединиться от них, оставаясь с ними. То есть зайди внутрь и закройся. Кстати, вот это вот слово «дом», «Зайди в дом и запрись», вот это слово «дом», оно же имеет значение, буквально внутренняя часть. Кстати, если ты помнишь момент, когда Господь говорит «ною», «осмоли», «осмоли», «внутреннюю часть ковчега» и «внешнюю». Вот внутренняя часть ковчега, это буквально это же слово, «внутри осмоли», как бы «зайди внутрь». Просто, что это слово переводчик перевел не «зайди внутрь», а «зайди в дом свой». Потому что это слово «дом» переводится как «дом», внутренняя часть чего-либо, внутренность. Поэтому можно было бы свободно перевести «зайди внутрь самого себя и закройся», как бы запрет дверь. То есть вот такое внутреннее уединение, для которого тебе не надо уединяться внешне. Ты можешь быть среди людей, но как бы уметь в нужное время просто уединяться, оставаясь среди людей. Это тоже, на мой взгляд, очень важная способность. Кстати, понравилось в этом отношении, когда Дерек Принц говорил очень давно, я не помню, о чем он говорил, но он рассказывал, как он когда-то общался с каким-то пастырем. Говорит, «Я очень необычно себя чувствовал в присутствии этого человека. Он, скорее всего, там хотел наладить какие-то отношения по служениям и общался с каким-то пастыром, не называет его имя, не говорит, но я когда общался с ним, я вдруг понял, что к этому человеку у меня нет абсолютно никакого доступа, что я могу пройти к нему, только если Бог мне откроет дверь». Человек очень открытый, он улыбается, но ты вдруг понимаешь, что он скрыт, он как бы закрыт там, он скрыт Господом, и ты просто так к нему не пройдешь, только если Бог откроет для тебя дверь. Особенно в тех ситуациях, когда ты находишься во враждебной среде, уметь уединяться в самом себе, закрылся, особенно среди таких ситуаций, когда ты окружен негативным влиянием или просто чего, то есть не убегать оттуда, а просто уметь уединиться, уединиться в Господь. Хорошо, спасибо за общение. У нас была интересная тема, много-много интересных вещей я услышал сегодня о тебе. Спасибо, пускай Бог благословит. Взаимно. До новой встречи. Благословения и шалом. Субтитры подогнал «Симон»